Если вы сейчас смотрите телеканал Беларусь 4 Гомель, то спешим вас заверить, что вечер, проведенный в нашей компании, будет непременно добрым. Потому что в эфире позитивная, познавательная и развлекательная передача «Добрый вечер, Гомель» со Светланой Князевой и Александром Гамолей. Вот уже пятый год подряд в Гомельской областной универсальной библиотеке проводится замечательный конкурс. Который объединяет вокруг себя огромное количество талантливых людей, детей не только из областного центра, но и из района нашей области. В конкурсе, который носит знакомое телезрителям название «Минуты славы», нет ничего общего с программой на российском ТВ. Однако в нем могут принимать участие дети всех возрастов. Но самое главное, необходимо продемонстрировать свои способности музыкальные, вокальные, хореографические и ораторские. Совсем недавно состоялся финал 14-го конкурса по счету. Ну а у нас в гостях один из организаторов «Минуты славы», заместитель директора Гомельской областной универсальной библиотеки, член Международного союза писателей и мастеров искусств, да и просто замечательный человек Олег Ананев. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. А также победители и участники этого конкурса – Полина Титова, Мария Анокина и Александр Иванов. Добрый вечер. Добрый вечер, ребятки. Олег Валентинович, знаем, что на этапе создания конкурса не все верили в его успех. Расскажите вообще об этом мероприятии, о конкурсе, о том, как пришла идея и кто стоял исток. Пять лет назад. Как все начиналось? Ну, в общем-то, идею подсказало действительно российское телевидение, но мы не стали копировать то, что всем известно. Взяли просто бренд. Вот это название, оно было достаточно привлекательным, чтобы среагировали ребята, их родители. И, ну, я бы сказал, что даже с самого начала мы получили такой отклик позитивный, что на финальных концертах у нас с самого начала были аншлаги. И все концерты, они были с таким позитивным зарядом, что все понимали, что библиотека – ой, это очень яркий, интересный, многофункциональный центр культуры. Мы предлагали детям не просто представить свои возможности, но и помогали им развивать их. И на отборочных турах мы давали рекомендации, чтобы ребята улучшали свои выступления до такой степени, чтобы это было ощущение праздника. К вашим рекомендациям они прислушивались? Как правило, да, потому что, ну, понимали, что идут советы настолько креативные, что без этого учета, без этого освоения не будет ярким выступлением. Но те, кто прислушивался, тот и побеждал, правильно? Те и побеждали. Расскажите нам о наших маленьких гостях, кто присутствует в студии. Пусть они сами о себе расскажут. Ну вот победители каких номинаций? Олег Валентинович, начните. Ну, вот, наверное, я начну все же с Полины Титовой, поскольку, можете себе представить, она участвует в нашем конкурсе третий год. Маленькая девочка, Полечка, третий год уже. Да, в каком возрасте, Полина, ты стала участницей этого конкурса «Минуты славы»? С четырех лет. С четырех, а нижний порог именно минимального выроса? Вот это и есть нижний порог. Нижний, четыре, с четырех можно участвовать. Ну, еще не было тех, кто попробовал себя в три года. Хорошо, и каждый год ты победитель? Либо нет? Участник. Она с самого начала стала победителем, да, Полина? В какой номинации? В номинации чтения стихов это было событие, это было такое яркое, интересное прочтение. Полечка, откуда у тебя такой талант? Кто с тобой занимается, кто тебя учит читать красивые стихи? Мама. Мама? Ну, у тебя артистичная очень, да? А в этом году она удивила тем, что приходит на отборочный уже в номинации пения. Да, и что интересно, я признаюсь честно, сидим мы ее, слушаем на отборочном и думаю про себя, не вслух, конечно, никому этого не сказал. А зря ты, наверное, пошла в другую номинацию. Ты прекрасно выступала в номинации чтения стихов. Что вы думаете? Она на заключительном, финальном концерте выступила так, что и в этой номинации стала победителем. Причем жюри у нас, не сотрудники областной библиотеки. Жюри у нас профессиональные, многоопытные солисты, поэтому, ну, тут беспристрастный такой вот оценочный взгляд. Умничка какая, Полина. Ну и дальше еще познакомьте с Машей, с Сашей ближе нас. Да, Мария Анокина в этом году, тоже второй раз ты выступаешь, да? Второй раз. Но в прошлом году ты не была победительницей. Нет. Не было. А в этом году, ну, она прочитала на отборочном такое стихотворение. Я говорю, слушай, такие замечательные стихи. Ну, я говорю, надо еще сценический образ создать, потому что без этого, ну, маловероятно, что ты будешь в числе победителей. Вот. И мама ей помогла такой образ, вы вот увидите в ее выступлении, что зал был в восторге. Такое... Это маленький спектакль. Был маленький спектакль. Вот. И тоже стала победительницей. Молодец. Маша, в следующем году будешь участвовать в конкурсе? Да. Да? Поля, ты? Да. Тоже будешь снова? Четвертый раз попробуешь победу одержать, да? Ну, если дело пошло, почему бы нет? Я буду стих рассказывать. Да, решила все-таки в следующий раз не петь, а стих читать. Ага, вернуться к исходному жанру. Лучше получается читать стих? Или просто ты решила чередовать? Один год стих, второй год пение? Просто она заготовила стих уже давно и решила с ним выступить, так? Бывает так, что такие стихи замечательные, что их действительно хочется рассказать. Со сцены. Со сцены, да. Сделать такое яркое, интересное выступление. Тезка моя, Александр, вот ты сегодня в таком красивом гусарском костюме. Ты читал стихотворение? Какое? Да. Бородино. Бородино. Лермонтова. Лермонтова. И Олег Валентинович, как публика реагировала? А вы знаете, тут вот что получилось, что, во-первых, парень без запинки, изумительно, четко прочитал этот текст, но на отборочном мы порекомендовали, нужны восклицательные знаки, нужно так убедительно представить себя вот этим героям отечественной войны 12-го года, чтобы все были в восторге и восхищались тобой как героям. И он добавил интеграции. И он добавил этих восклицательных знаков. Гусар настоящий. Да, гусар настоящий. Да, гусар настоящий. Ну, а сейчас, уважаемые Мария и Саша, мы хотим послушать чтение ваших стихотворений. Первая Мария, пожалуйста. Когда-то давно, в первобытное время, в пещере жило первобытное племя, под сводом трещал первобытный костер. Пещерные мамы вели разговор о детской одежде, о детском питании, но в первую очередь о воспитании. Краили большие звериные шкуры, Варили из травок супы и микстуры, А после готовки микстуры и пищи Они занимались уютом в жилище. Домой, приходя с первобытной работы, Пещерные папы не знали заботы, Их ждали улыбки, тепло и уют, И много счастливых семейных минут. И слышали наши пещерные папы, А ну, вытирай свои грязные лапы, Тут за день намаешься, за день устанешь, Когда, наконец, человеком ты станешь. Так век пролетал незаметно за веком, И папа со временем стал человеком, А произошло это ранней весной, Когда он с букетом вернулся домой. А если бы папы остались одни, Какие тогда наступили бы дни? Сначала бы папы ходили в печали, Потом бы они друг на друга ворчали, Усталые папы, голодные папы, Жевали бы туфли, галоши и шляпы. Но мамы на страже, и честное слово, Они никогда не допустят такого, Они не позволят, чтоб в каменный век Из нашего века шагнул человек. Да здравствуют добрые мамины руки, Рабочие руки, без лени и скуки, Которые могут любить и ласкать, Которые папы должны целовать. Ага, умница! Сашенька, ну что, теперь твоя Вторая возможность «Минута славы». Мы просим тебя прочесть «Бородино» нам. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана. Ведь были же схватки боевые, Да говорят, еще какие? Не даром помнит вся Россия Про день Бородина. Да, были люди в наше время, Не то что нынешнее племя, Богатыли не вы. Плохая им досталась доля, Немногие вернулись с поля, Когда бодатония Божья воля Не отдали Москвы. Мы долго молча отступали, Досадно было, боя ждали, Ворчали старики. Что ж мы на зимние квартиры Не смеем, что ли, командиры Чужие изорвать мундиры, А русские штыки. И вот нашли большое поле, Есть разгуляться, где на воле, Построили редот. У наших ушки на макушке, Чуть утро осветило пушки, И лес осенний верхушки, Французы тут как тут. Забил снаряд я в пушку туго, И думал, угощу я друга. Постой-ка, брат мой, Что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За родину свою. Два дня мы были в перестрелке, Что толку вы такой безделке? Мы ж дали третий день. Повсюду стали слышны речи, Пора добраться до картечи, И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, И слышно было до рассвета, Как кликовал француз. Но тих был наш бивак открытый, Кто кивер чистил весь избитый, Кто штык точил ворча сердито, Кусая длиннюс. И только небо засветилось, Все шумно вдруг зашевелилось, Сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, Слуга царю, отец солдатом. Да, жаль его, сражен был атом, Он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами, Ребята, не москвальд за нами, Умремте ж под москвой, Как наши братья умирали, И умереть мы обещали, И клятву в верности сдержали Мы в Бородинский бой. Но уж был денек сквозь дым летучий, Французы двинулись, как тучи, И все на наши ледут. Улана с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнули перед нами, Все побывали тут. Вам не видать таких сражений, Носили знамена, как тени, В дыму огонь блестел. Булат звучал, Картечь визжала, Рука бойца в колоть устала, И ядом пролетать мешала Гора кровавых тел. Вот и Саша прочитал замечательное Стихотворение, такое длинное, Запомнил и очень выразительно. Молодец, Олег Валентинович, И ваш вклад тоже чувствуется, И мама постаралась, да, Саша? Общими усилиями очень хорошо. В целом детки очень талантливы. Олег Валентинович, Какая главная цель ставится Перед этим конкурсом? Какие сопутствия еще может быть? Наверное, главную цель нужно определить Помочь развитию личности. В целом, и без творческого компонента Это невозможно. И, вы знаете, это не всегда связано С наличием таланта. Способности есть у каждого ребенка. Надо помочь эти способности Представить в развитии. И вот тогда явно Те, которые у нас участвуют в конкурсе, Они уже, я знаю это наверняка, Опережают своих сверстников В своем развитии, в общем развитии. У нас был такой невероятный случай, Когда девочка явно талантливая. На отборочном туре мы подумали о том, Что она будет победительницей. И вот она выступает на финальном концерте, Но ей не хватило психологической устойчивости. Она на сцене забыла текст. И мы ей предоставили возможность Повторить выступление спустя какое-то время. А она все равно забыла текст. Она не стала победительницей. То есть говорит о том, Что не хватает вот этого еще аспекта, Который необходим для того, Чтобы человек себя более уверенно чувствовал в обществе. Ну тем более на сцене. Потому что общество обществом, А сцена это все-таки немножко другое состояние. И наверное волнение, сказалось. Волнение. И вот мастерство управлять своими эмоциями, Тоже очень важно. Я однажды говорил с ребенком, Она говорит, Вот я стала победительницей конкурса, Наверное мне будут вручать грамоту на сцене. Я говорю, ну конечно. Ой, вы знаете, что угодно, Только не вызывайте меня на сцену. То есть, понимаете, Вот насколько вот этот фактор, Что сцена это нечто какое-то совсем другое, Пространство, Которое, Котором стоит в себе некоторые, Ну вот страхи. Вот это то, что... Хотя как-то для детей даже я немножко удивлена. Дети, мне кажется, всегда настолько раскованы. И для них, если для взрослых, Это может быть проблемой выйти на сцену. Наверное не все приходят попробовать свои силы, Свои возможности, свой талант показать аудитории. Не все. Правда? И какой-то опыт получают. Да. Особенно кто только начинает. Но если мы видим, что явный талант, Мы даже предоставляем такую уникальнейшую возможность. Это только наша областная библиотека может такую идею подать. У нас была девочка, которая в пении была изумительной. И мы ей предложили исполнить 2-3 песни в нашем спектакле. У нас при библиотеке есть единственный в Белоруссии библиотечный театр. И вот поскольку я был автором сценария этого спектакля, Я подумал, что да, я сам могу вписать вот те песни, которые украсит этот спектакль. И она согласилась. Она подготовила эти песни. И спектакль был замечательный. Также тоже знаю случай. Девочка у вас была участница. И сейчас возможность что-то организовать с сольного концерта. Какие перспективы открывает вообще этот конкурс для участников, для победителей номинации? Надо назвать ее имя, конечно. Ксения Павлович. Сколько есть сейчас лет? Она в этом году стала выпускницей 46-й гимназии. И вот я сейчас вам показываю программу летних концертов по четвергам. И такой проект задуман и осуществляется областной библиотекой. Каждую четверг у нас проходят сольные концерты. И вот в этой программе Ксения Павлович со своим сольным концертом. То есть это настолько уже серьезная заявка на то, что эта девочка может связать свое будущее. Не обязательно может быть с пением, но явно с каким-то ярким и интересным творчеством. Она один раз принимала участие в «Минуте славы»? Вы знаете, да, один раз. Но в нашем спектакле мы его демонстрировали несколько раз. Он посвящен Фаине Раневской. И она всякий раз отзывалась на то, чтобы поучаствовать в этом спектакле. Причем этот спектакль мы показывали даже в Минске. И она ездила с нашей театральной труппой даже в Минск. Вы тоже молодцы, что используете и даете детям возможность вот так себя реализовывать. Правда, в своих собственных спектаклях? Нам это радостно, нам приятно, что библиотека, вот как никакое другое культурное учреждение, может предоставить такую уникальную возможность. Ну вот смотрите, 14-й конкурс состоялся «Минуты славы» в этом году. 14-й завершился, так? Да. То есть огромное количество. В год по три конкурса в среднем вы проводите, да? Да. Что изменилось? Стал ли он более масштабнее, может быть, интереснее как для аудитории, так и для участников? Либо вот как начали, так вот и идем. Вы знаете, видно, что дети год от года меняются. Даже речь идет не о тех, которые выступают, это само собой. Но те дети, которые к нам приходят, они уже другие. То есть каждый год дает более креативных, более смелых детей. Если раньше это была огромная проблема преодолеть вот этот страх сцены, выступление перед зрительным залом, то сейчас редко у кого эта проблема. Главное, интересное, необычное выступление, чтобы это было незабываемо и для ребенка, как праздник, и для зрительного зала. А сколько в течение трех месяцев одного летнего периода детей так в среднем проходят через конкурс? Вот порядка около ста каждый год. То есть это за три конкурса сто? Да, за три летних месяца. Я знаю, что концерты проходят с... С аншлагами. Да, с аншлагами. Мы подставляем стулья. То есть не хватает зрительских мест в зале. И, знаете, атмосфера, это такая позитивная, потому что в этом конкурсе у нас предусмотрено и ведение, работа с залом, и зал так активно реагирует. Причем мы даже, значит, попробовали и такой вариант. То есть подводим итоги и обращаемся к залу. Так, номинации пения. Как вы считаете, кто лучшим был? И зал называет ту фамилию, которая определила жюри. И вот так вот... Говорит об объективности членов жюри, раз... Непредвзятость, да. Зал тоже голосует из-за того же номината. А залу-то, как приятно, что оказывается, они правильно... Имеют права голоса, да. Олег Валентинович, кто вам помогает? Вот все ли делает библиотека, либо есть какие-то партнеры и соавторы проекта? Да. Во-первых, нам помогает с призами детский фонд. Вот Гомельское областное отделение, которое возглавляет Лариса Межевич, вот уже который год помогает нам с призами. Всякий раз, каждый год это интересные, необычные призы и не похожие на те, которые были в прошлом году. Ну а потом у нас жюри из общественников. Вот и, как правило, это солистки, у которых большой опыт выступлений. То есть, они могут очень компетентно оценить то или иное выступление. Но, правда, бывает и излишне критическое выступление. Я-то просто сижу, дипломы подписываю по итогам оценки жюри. И я слышу, когда они спорят, и вот один из членов говорит, говорит, вот он не попал в ноту. Вот, говорит, и нельзя его сделать победителем. А другие говорят, так он же показал патриотические чувства. Это редкий случай, когда пятилетний ребенок исполняет патриотическую песню. Вы посмотрите, с каким он энтузиазмом, с какой энергией он эту песню исполнил. То есть, для нас важно все-таки не вот эта вот планка правильного выступления, а главное, чтобы это было эмоционально и с душой. Саша, Маша, Поля, какие вам подарки подарили на конкурсе? Рассказывайте. Полечка, что тебе подарили за победу в конкурсе? Ну, в этом тигренка. Тигренка. А в прошлом году какой у тебя был подарок? Не помню. Какой Олег Валентинович был у Поля подарок? Были рюкзачки. К школе очень актуально, они каждый год. Да, нет, они такие интересные, но не те, которые в школу дожат, а те, которые вот... Ребенку нужно вот в летнее время и такой рюкзачок. Конечно. А, для игры. Хорошие подарки, замечательные. Машенька, а тебе какой подарок достался? Мне подарили, ну, мягкого, ну, плюшевого петуха. Такие необычные игрушки. Петух раньше был у тебя или ты первый? Нет, первый. Но самый главный подарок, который дети получили, это, наверное, минута славы. Ведь предоставляется им слово, вот, победителям на сцене по условиям конкурса. Выражают дети свои чувства после победы? Миша, ты благодарна. Они все выходят на сцену с дипломами. Дипломы не те, которые можно купить в магазине. Это специально разработанные по дизайну под этот конкурс дипломы. Вот, и диплом есть у каждого, кто вышел в финал. Это правильно, да. Вот, то есть он уже является своего рода победителем, он допущен в финал. Вот, ну а у победителя, кроме этого, еще и подарок. Ценный приз. Вот, то есть они все выходят. И вот такая красивая, красивая фотография получается, когда все с дипломами. И они выстраиваются участников. Ну, в связи с тем, что некоторые номера исполняют не один, а дуэты, трио, коллективы. То есть много участников, вот, где-то в три ряда не выстраиваются. И такая красивая, очень нарядная картинка получается. Олег Валентинович, скажите о номинациях. Какие же номинации в конкурсе? Чтение стихов, исполнение песни, игра на музыкальном инструменте, оригинальный жанр, вот даже у нас и такое практикуется, и хореографический номер. Самый популярный, востребованный среди ребят какой? Какая номинация? Это исполнение песни. Песни. Да, поэтому даже у нас было столько участников в этой номинации, что мы нашли возможность сделать в этом месяце двоих победителей. То есть, ну, просто обидно. Ну, как это? Двенадцать выступающих в этой номинации, ну, и только один победитель. А достойных много, хочется, конечно, больше победителей. А в оригинальном жанре что ребята представляют? Ну, он не всегда у нас бывает, но мы всегда очень активно его поощряем. Вы знаете, ну, что только не придумывают. То есть, это то, что не укладывается ни вот в эти нормативы, да, но больше всего, вот я помню, один год нас поразило выступление ребят с фокусами. Да? Да, и это было так сделано, что, ну, зал просил еще и еще побольше фокусов, потому что, ну, взрослые не могли не понять, как они эти фокусы делают. Олег Валентинович, а вот дети из районов Гомельской области принимают участие? Были такие случаи? Да, были у нас такие случаи, причем не просто принимают. Вот из Добрыша к нам приезжала участница, из Будокошелева. Так вот, из Будокошелева девочка приехала и в номинации «Танец» она стала победительницей. Это было очень красивое выступление. Я вам скажу, что что-то я не припомню, что вот в ее возрасте у нас в городе были такие оригинальные танцевальные номера. А сколько ей лет? А ей было 7 лет. 7 лет. А как узнают ребята на сайте библиотеки? Да, у нас, конечно же, информация в виде анонса на сайте. Но некоторые просто знают, что мы этот конкурс проводим настолько традиционно, что просто нужно подождать следующего лета, если в это лето еще не успел поучаствовать. Ребята, какой бы вы хотели, может быть, жанр еще попробовать? Что может быть ни стихи, ни пение, а что может быть пока еще не получается, но вам очень хотелось бы поучаствовать вот в другой номинации. Есть какая-нибудь такая у вас? Машенька, у тебя есть? Саш, Поля, думаете? Есть. Танцевать, может быть, хотите? Что ты хотел бы? Ну, я бы хотела играть на музыкальном инструменте. А на каком? На синтезаторе. Вот так. Вот так. Молодец. Главное, что есть желание, Саша, у тебя еще впереди. Осталось только маме купить синтезатор, правда, Саша? На самом деле есть. Есть. Вот. И ты уже пробовал на нем играть, да? В музыкальную школу не ходишь по классу? Ну, нет. Значит, будешь композитором. Ну, мы тебе желаем успехов, чтобы твоя мечта исполнила. А кто играет дома на синтезаторе? Ну, я и мама. Ну, значит, научишься. Обязательно. Я играю собачий вальс, два гуси. Два веселых гуси. Я тоже собачий вальс. Ты только начинаешь играть. Эти вещи говорят о том, что ты начинаешь оставить. Я тебе по своему опыту посоветую не остановиться на собачьем вальсе, потому что дальше развитие не пойдет. Нужны обязательно новые-новые. В лесу родилась елочка. Ой, это уже посерьезнее. Да хорошо. К Новому году, если освоишь, будет подарок для всех. Знаете, вот вживую состоялась договоренность, поскольку вот Марья пришла с мамой и говорит, а нельзя ли еще в каких-то проектах поучаствовать в областной библиотеке? Ну, а что ты хочешь? Ну, говорит, вот мы в спектакле. И в чем дело? Все. Вы уже у нас считаете в спектакле. Потенциальная актриса. Как раз готовится у нас спектакль для детей. И в этом спектакле будет и Марья, и мама говорит, так и я бы хотела вот в спектакле для детей. Я могу бабу-еву исполнять. Олег Валентинович, вы как раз ответили на наш следующий вопрос. В каком еще русле могут, кроме театрального искусства, попробовать себя дети в библиотеке в плане личностного роста, личностного развития? Какую работу еще вы дополнительно проводите? Ведь мы знаем, сколько направлений там существует в вашей библиотеке. Ну, у нас есть отдельные отделы для первых-пятых классов, для шестых-девятых. Они находятся не в здании областной библиотеки, а отдельно на проспекте Ленина. Там настолько обширная работа. Вот, наверное, Марья сама могла бы рассказать, поскольку она ходит и посещает клуб «Почемучку», да? Машенька, расскажи, что это за клуб такой «Почемучка»? Клуб раз в две недели. Там всегда рассказывают что-нибудь новое, интересное про книги. Что-нибудь показывают в конце на экране. Замечательно. Что нового ты узнала? Про что хочется рассказать? Я узнала про некоторые книжки. Столько всего, что трудно. У нас кипички книжки, которые не только читают, но с ними можно и поиграть. То есть они занятия какие-то предоставляют, такие, которые развивают и мышление, и моторику, и творческие какие-то способности. Порой придумываются нами в контексте каких-то ситуаций, каких-то новшеств, которые нам подсказывают жизнь. Вот в этом году мы придумали такую интереснейшую познавательно-развлекательную программу, которую мы назвали «Ура каникулы». Конечно же, она у нас была 1 июня. Вся библиотека представляла собой царство детского творчества. Так что областная универсальная библиотека свое название оправдывает абсолютно. Аправдывает. Большие молодцы. Большую работу оправдывает. Был момент, когда думали о том, что, может быть, все-таки, чтобы у нашей библиотеки был статус научный. Но я считаю, что мы в таком случае бы очень ограничили бы приток посетителей. Поэтому мы решили, что нужно оставить именно очень правильное слово, универсальное. Олег Валентинович, вот чувство прекрасного. Как в детях нужно развивать? Что Вы посоветуете родителям? Это поэзия, это любое творчество. Чем ребенку заниматься, чтобы иметь это чувство и быть всесторонне развитым человеком? Знаете, каким бы ребенок искусством ни занимался, это однозначно его разовьет как личность всесторонне. Потому что доказано уже учеными, что наш мозг так устроен, что одно полушарие отвечает за более точные науки, а второе – за творческие. И вот тот, кто думает, да не нужно, обойдусь я без этого творчества, займусь я математикой, буду там каким-то ученым, первооткрывателем. Ничего подобного не получится. Не получится, если он не будет задействовать второе полушарие головного мозга. Так что надо всесторонне развиваться. И творчество, и точная наука в совокупности. В совокупности обязательно. И чем раньше, тем лучше, правда? Тем, чем раньше, да. Олег Валентинович, как считается, на каких произведениях, может быть, классических, современных, стоило бы воспитывать детей? Что обязательно для прочтения? Какие сказки, какие повести, какие рассказы? Что вам нравится? Знаете, я не буду оригинальным, скажу, что, конечно, все-таки на том, что является для нас классикой. И даже если брать мультфильмы, то это все-таки те мультфильмы, которые учат добру. Если это сказки, то это народные сказки. Но, увы, не все родители так считают. Мы активно работаем и с родителями для того, чтобы они тоже были нашими союзниками в этом видении. Спасибо вам огромное за работу, которую вы проводите. За увлекательную беседу мы желаем вам, дорогие наши участники, победители конкурса «Минута славы» новых побед, новых достижений. Ну а вам, Олег Валентинович, силы, энергии, чтобы воплощать в жизнь свои добрые дела. Спасибо. Растите здоровыми и успехов вам. И участие в следующих конкурсах тоже. Всего хорошего. Полина расстроена. Она думает, что она не будет петь. Обязательно Полина будет петь. На заре в сентябре или, может быть, в июле, а скорее всего, утром под гребным дождем. Три кита, три кита, три кита, кита, китули. Три кита, тра-та-та, пели песенку втроем. Ах, какая красота! Три китули, три кита. В синем море, океане, дружба гореча. Друг за другом и стеной, знает этот шар земной. Три китули, три кита, три товарища. Три китули, три кита, три товарища. Телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были заместители директора Гомельской областной библиотеки Олег Ананев, а также наши маленькие гости – это участники конкурса «Минута славы» Александр, Мария и Полина. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях девушка, которую в СМИ назвали белорусской рапунцелью. Она растит свои огненно-рыжие волосы с самого детства и на сегодняшний день является обладательницей самой длинной косы в Беларуси. Итак, в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» длинноволосая жительница Рогачева Мила Бугаева. Мила, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Мила, ну как мы уже сказали, что СМИ пишут о том, что вы обладательница самой длинной косы в Беларуси. Как вообще так получилось и как выяснилось, что у вас самые длинные волосы в нашей стране? Ну, для меня на самом деле получилось неожиданно и спонтанно, потому что, как я потом уже это выяснилось в дальнейшем, наша районная газета «Свободное слово» проводила такую, скажем так, графу в своей газете. В общем, искали рекордсмертных Рогачевщины. То есть на тот момент был уже самый сильный человек Рогачевщины, там сам человек, который больше всего работает. Ну и в конце там, как всегда, пишут, если кто-то обладает какими-то еще способностями, звоните на такой-такой-то номер. Ну, что и сделала, в общем-то, моя тетя. Вот она позвонила. То есть милый бы и автор этого звонка? Нет, я вообще не знала об этом. То есть мне потом уже непосредственно уже, ну, позвонили со свободного слова, сказали, приставили, сказали, что вот хотели бы вас видеть, потому что нам тут жители нашептали, что у вас самая длинная коса, не могли бы вы прийти. Вот, ну, так вот отсюда и, как бы, скажем, пошло. То есть в июне это уже было опубликовано. Так как это определяли? Это же надо знать, в стране есть, нет? Это что, измеряли и как? Какие-то данные есть? Ну, приблизительно, как бы, измерили, посмотрели соотношение роста, длины волос, скажем так. Я так понимаю, больше на такой вызов, да, за это время никто не откликнулся. Вот, ну и так вот и пошло. То есть у вас официально самая длинная коса в нашей стране? Я не могу сказать, что вот это... Потому что, может быть, кто-нибудь есть с такими Я могу сказать, например, что это самая длинная коса, ну, Гомельщины, да, как бы, я могу принять такой вызов. Вот, но Беларуси не могу сказать, потому что, как мне известно, есть книга рекордов, ну, похожая на книгу рекордов Гиннесса, только в Беларуси. И, по-моему, там уже кто-то давно... Числится, да, в этой номинации. И там достаточно длиннее, скажем так, чем у меня. Поэтому я... В любом случае, на гомельщине нашей ярче, длиннее, косы нет. Какова длина ваших волос? Примерно 140 сантиметров где-то. Приросте? 161. Здорово. То есть практически до пяток. Ну, есть до середины икры, да. До пола дорастить. Уже есть, да? Вообще, у нас есть такая идея, да. Сложно это, несложно. Вот какого ухода требуют волосы, потому что, ну, каждая женщина, в первую очередь, этим вопросом задается даже, ну, и мужчины, наверное, тоже. Ну, да. Те, которые узнают, ну, люди, первый вопрос, как вы их моете, как вы за ними ухаживаете, как расчесываете и, ну, потом подобные вопросы. Сколько уходит шампуня, бальзамополаскиваете? Да, сколько уходит шампуня, да. Но на самом деле, ну, еще были вопросы, там, не тяжело ли их носить. Я всегда отвечаю, что мне не с чем сравнить. То есть это было уже с самого детства, это, как бы, я их не чувствую. То есть, да, конечно, если я их обрежу, наверное, они будут немножко полегче. Вот, ну, не тяжело. То есть если с этим, ты из дня в день с этим сталкиваешься, ты их расчесываешь, у тебя уже, там, свои схемы расчесывания, там, мытья и так далее и тому подобное. То есть к этому приспосабливаешься, и этого, ну, не чувствуется этот, это не дискомфорт, это ничего. То есть, ну, я же говорю, это пошло как бы с детства. То есть изначально мы не хотели короткие волосы, потому что они очень вьющиеся волосы. В 4 года у меня были такие волосы барашеком, как я называю, то есть они очень сильно вьются. Вот, на каком-то этапе, наверное, когда я уже пошла в школу, они вот на такой длине, в принципе, вот до 5 класса вот была такая длина. То есть, наверное, за счет того, что они крутятся, вот. Они подскакивали. Да, подскакивали, да. И мама, помню, даже говорила, что я даже испугалась, почему волосы не растут. Вот, то есть такое было. Ну, а потом уже с 1 класса у меня пошли танцы, карате, и все это вместе, ну, до 10 класса. И получается так, что на танцах нужно, чтобы были волосы собраны, да, в пучке. Но на карате-то не надо? На карате тоже надо, думаете. Особенно на соревнованиях, когда мы едем, мы одевали же шлем, ну, как обычно, там, перчатки, все. И в шлем, естественно, гулька не влазит. Вот, ее эту косу туда под пояс, она там торчала. А в каких-то восточных единоборствах коса использовалась в качестве дополнительного элемента при самообороне Да, ну, как сказать, недополнительного элемента у меня всегда, не знаю, почему такая реакция, но всегда, когда на каждых соревнованиях мы, естественно, дрались с девушками, помню, с Украины, и она, была у нее неосторожность, то есть дернуть за эту косу. То есть она уже из пояса, получается, вывалилась, и она уже там, как подивищий, вот этот рефлекс, она дернула за косу. Вот, но у меня это вызывает ответное, ну, вдвойне негативное, получается, ну, такие эмоции. То есть ей доставать после этого? Да, 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 и у меня, и все знают, что волосы не дотрагиваться, ну, не то, что не дотрагиваться, не расчесывать, я только сама расчесываю. Да, мыть, ну, как бы мама помогает, потому что, ну, бывают сложности, чтобы вымыть там, или так далее. Вот, но так... Слушайте, мне кажется, это очень даже опасно. Почему в косе? Я думаю, вы как-то так в гулечку скручиваете? Нет, я в гульке, да, ну, просто когда вот были соревнования, например, да, ну, по шлему же не оденешь, гулька не помещается, и мы тогда ее под пояс ее туда, как скажем так, засовывали. Ну, компактно, мне кажется, должна ложиться, да, если так все обратно сделать? Ну, да, да, то есть люди, когда видят первый раз, или вообще, в принципе, первое время... Удивляются. Они не видят той длины, то есть, в принципе, сложно, если посмотреть на гульку, сказать, что там волосы вот такой вот, прям вот такой длины. И, конечно, все потом удивляются, поражаются, ну... Ну, сколько раз в день вы моете, и сколько вы... Как в день? Саша? Неделю. Неделю, один раз в неделю. Раз в неделю, да. Я же мужчина, мне можно такие вопросы задавать. Да, но волос длинный, поэтому... А времени на расчесывание на, там, на другие процедуры? У меня это занимает немного. Я читала, там, некоторых, там, комментарии, ну, мировых, которые уже, там, по-моему, 5 метров волосы, да, там, конечно, возникают, я думаю, сложности, вот, но, в принципе, когда это уже выработаны годами навыки, то это очень, ну, очень быстро, то есть буквально расчесаться, там, ну, это максимум 15 минут после ванны, просто, чтобы они там не путались и расчесали, все. А слушайте, как, естественными способами? Да, 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 потому что волосы так пышные, а если я еще феном, то потом начинается львенок, вот, выхожу, да. А какая любимая прическа у вас? Я не могу сказать, какая любимая, потому что хожу я всегда с гулькой на праздники, да, я ее распускаю, делаю это, как правило, в косе, то есть мне как-то обыгрывают их красиво, тоже не каждый берется, это факт, вот, но те, которые берутся, ну, то есть мы там уже обговариваем, то есть к одной я пришла, она сказала, без проблем, все сделаем, все хорошо, накрутим, уложим, ну, так и было, и выглядело очень эффектно довольно-таки, вот. Ну, а так в косе, только хорошо обыгранно. Почему вы их не стрижете? Вот это, это просто, что это за... Ну, как сказать, за время, когда, за время вот это школьное время, так, до 10 класса это все, танцы, карате было, оно как-то, ну, это все было так быстро, это так, об этом вообще не задумывалось, да, конечно, иногда там заплетали, ну, как корзиночку такую заплетали, потом расчесываешься, и все это что-то там может запутаться, когда эти штоненькие, эти косички, все это, начинаешь распутывать. Я помню, один раз так просто психовалась, я говорю, все, я не хочу, и обрезаю. Вот, ну, потом успокоили, потом нормально, думаю, все хорошо. Кто является тем стражем, как бы, вот, сохранности вашей длины ваших волос? Ну, мама, мама у меня всегда, она говорит, ну, может, ну, как бы, это же твое изюминка, твое, наше богатство, вот, с этой точки зрения, да, она, конечно. Потом, когда уже появился молодой человек, он тоже, я когда... Кстати, косой вы его покорили? Нет. Нет? Абсолютно нет, он и как... Карате, наверное. Все остальные, ну, он тоже занимался, да. Тоже отличный. Да, но на тот момент он уже бросил, скажем так, вот. Ну и... Красивые фотографии, я видела, он так волосы берет. Да. Вот. Ну, кстати, я знаю, что вторые половинки вот таких девушек с длинными волосами обычно против вот именно стрижек и украчивания волос. Ну, не знаю, ну, у нас это как-то, я как-то заикнулась уже вот буквально пару лет назад, что все, давайте я хочу обстричь волосы хотя бы там, ну, не знаю, чуть ниже попы, все, ну, хотя бы обстричь. Слушай, ну, что сказала не мама, не мой молодой человек, сказали нет. Все так хорошо и красиво, нам все нравится, вот. И так мы и оставили эту длину, то есть до сих пор. Волосы в таком уже, при такой длине растут интенсивнее, либо рост замедлился, как вы ощущаете? Я не могу вам ответить, потому что я, ну, за этим не следишь. То есть, когда, ну, об этом не задумываешься, они растут и растут. Полгода назад я сказала маме, все, давай будем обрезать, она максимум, что я эти могу обрезать, она 10-12 сантиметров. Это тоже ж много. Да. Кстати, кто обрезает, мама? Мама обрезает, да, потому что, ну, парикмахерский смысл ходить, как бы. Так вы все-таки их подрезаете, да? Да, конечно, потому что, чтобы и росли там лучше. Наверное, как парикмахерские, ну, в парикмахерские, когда приходила, советовали обрезать там на 20-30 сантиметров, чтобы быстрее росли. Ну, мы так по чуть-чуть, потихонечку. Щадящие, да? Щадящие, да. Щадящие, да. Вот, ну, и так... Вот я говорю, у нас у женщин, я по себе сужу, я знаю, многие, особенно по весне, нам хочется каких-то перемен или покрасить, или подстричь. Как у вас с этим? Я в таком случае просто делаю другую прическу. У меня тогда, ну, при всей длине сложно ходить, потому что весна, ветер, все это может запутаться на людей. Ну, в автобусах тоже не проедешь, потому что на людях все начинает скапливаться. Вот. Я тогда просто делаю, ну, так, гульку, и с гульки уже идет хвост. И тогда длина она вот примерно вот такая. Только как раз чуть ниже попы, все как надо, все как удобно. Вот. Ну, и так нормально. Слушайте, у вас такие интересные, вот кажется, девушка с такой косой всю жизнь. Ну, всем кажется, что вот это должно как-то, ну, мешать. Вот мне так хочу сказать. Вот не мешает, нет? Вот есть, может быть, такие виды деятельности, где какая-то, ну, неудобство действительно вы испытываете? Ну, когда это в гульке, это как... Ну, да, это какая может быть неудобство. Как короткая стрижка. Спите с косой? Да, сплю с косой, потому что с распущенными. Это, да. Так я к чему хотела сказать, что вот милая, такая милая девушка, и такие длинные волосы, причем всю жизнь. И такие интересные сочетания занятий. Танцы, ну, это, да, танцы, да, это грациозно, это красиво, это понятно. Танцы, карате, это, наверное, черты вашего характера, да, что вы берете? Да, есть такие, проявляются, особенно, ну, вот, в плане там женственности какой-то или еще что-то, было очень сложно перестроиться в какой-то момент, когда появился молодой человек, и когда ты в таком, ну, мужском обществе и привык совсем себя по-другому вести, то есть в том мужском обществе, скажем так, это постоянно соревнования, драки, спарринги, это все-все-все-все-все-все, и отжимания на кулаках, то есть это, ну, отпечаток свое накладывало, потом со временем это стало уже как-то... Наверное, и профессию в силу характера выбрали неслучайно, знаем, что в этом году вы получили диплом, расскажите, где учились? Училась я в Могилевском государственном университете имени Кулешова, там я на специальность юрист в этом году уже окончила, вот. Где будете работать? Ну, слава богу, нашлась работа, нашелся тот наниматель, который, скажем так, с университетской скамьи решился взять молодого специалиста. И девушку с косой одновременно. Ну, там тоже сейчас до сих пор, ну, некоторые не знают, только когда уже появлялись вот эта комсомольская правда, там, если там выписывают, то там могли уже там что-то где-то прочитать. Вот, чтобы, если... Я бы хотела поблагодарить нашего управляющего, строительного монтажного отреста номер 40 города Жлобина за то, что предоставила такую возможность уже и работать. И всем тем, кто, ну, непосредственно с кем я сталкиваюсь и работаю, сказать спасибо за понимание, потому что, ну, сразу в строительную сферу это, ну, есть свои нюансы, и, ну, немножко тяжеловато. Ну, спасибо, немножко облегчают работу, подсказывают. Что дает возможность попробовать реализовать себя. Да, попробовать реализовать себя, да, то есть в этом плане, конечно, мне повезло, потому что многие сейчас до сих пор, это у нас большая проблема, найти работу, особенно юристам, потому что, как я говорю, вот все говорят, юристов много. Я говорю, юристов много, а хороших можно пальцем пересчитать. Поэтому, особенно как молодым специалистам, я считаю, нужно, ну, хоть в какое-то, я не знаю, где-то, но им надо себя попробовать, чтобы понять вообще, ну, на правильном ли они пути. То есть они 5 лет отучились там, где им нравится, или, ну, все-таки сталкиваясь с какими-то жизненными ситуациями, они понимают, что, может, это, ну, не их, грубо говоря. Вот, и с этим у нас, конечно, проблема. Ну, в Рогачеве, да, будете работать? Нет, в Жлобине. А, в Жлобине. Живу в Рогачеве, да, работаю в Жлобине. Скажите, в семье у кого-то есть, вот, в кого-то же пошли ваши волосы родословные? Ну, по структуре они, ну, по структуре именно, они, ну, как у мамы, вот, по цвету не было ни с маминой стороны, вот, ближний, там, ни бабушек, ни прабабушек, ну, там, ну, ни с папиной стороны, то есть, как-то это получилось. Это как у кореглазых родителей голубоглазых детей. Да, 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 вот. Ну, или наоборот. Я предлагаю надолго отвлечься и послушать вот какую занимательную информацию. Знаете ли вы что? Официальной обладательницей самых длинных волос стала жительница Китая. Женщину по имени Ксия Квипинг из-за великолепных локонов занесли даже в Книгу рекордов Гиннесса. В тот момент, когда специалисты замеряли длину ее волос, рулетка показывала цифру 5,627 футов или 1 метр 71,5 сантиметров. И чтобы добиться такого ошеломляющего результата, женщине пришлось избегать посещений парикмахерских на протяжении 13 лет. Сейчас мы прервемся на коротенькую рекламу, после чего пригласим в студию подругу Милы, которая общалась с ней 2 года и даже не подозревала о том, что у ее подруги такие длинные волосы. Не переключайтесь, увидимся. Итак, пока мы слушали познавательную информацию, к нам присоединилась подруга Милы, это Анастасия Ковалева, которая общалась с Милой 2 года и даже не подозревала, что у нее такие длинные волосы. Анастасия, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах познакомились с Милой? Может быть, для начала, это правда о том, что говорила Света, что вы не знали, что такие длинные волосы. Да, да, это правда. Познакомились мы с ней, когда были маленькими, на секции каратэ. Мы занимались у одного тренера, но в разных школах. После чего нас объединили, я пришла. Ну, так как девочек очень мало было, на тот момент их было 4, потом мы остались с ней вдвоем. На волосы вообще никак не обратила внимания. Ну, рыжие, да, интересный цвет. Но они так аккуратно были собраны в гульку, я даже не представляла. То есть она так ловко скрывала длину? Да, то есть, ну, гулька аккуратная. Я даже не могла подумать, что могут быть такой длинные волосы. То есть даже где-то в секции по каратэ до сих пор у нас есть люди, которые не знают про длину волос Людмила? Нет, все знают уже, да. Ну, вот когда пришла, и спустя только 2 года, когда мы поехали на сборы, и она меня попросила помочь ей расчесать волосы. Ну, что меня очень удивило, да, ну, как это так? Не может сама справиться с элементарными обязанностями девушки. Не может справиться расчесать волосы. Думаю, ну, ладно, пошли, помогу. Потом, когда она начала разматывать свою вот эту гульку, у меня глаза стали по 5 копеек. Она все разматывала, разматывала. Думаю, когда же все это прекратится? Да, и тогда вот это было 2 года, да, после нашего знакомства я увидела ее длину на самом деле, да. И вы ахнули. Я ахнула, я сразу рассказала родителям, потому что они тоже об этом не знали, ну, знакомы были. И очень сильно удивило. А чему вы больше удивились? Вот длине волос, либо потому что вот они разматывались и разматывались, и то, что она скрывала, и ваша подруга долгое время просто скрывала вот именно этот факт? Я не думаю, что она специально это скрывала. Просто так получалось на тренировках удобнее с гулькой, с косой, естественно, неудобно. И, ну, постепенно вот это удивление, у меня шок просто был. Это неожиданно. Мало того, что моя подруга, такие длинные волосы, такая коса, такой длины я никогда не видела. Первый вопрос, который появился, помните? У меня не было вопроса, я просто стояла, смотрела, какие вопросы могут быть. И тогда понятно было, почему расчесать попросила. Как вы думаете, как характеризует Милу то, что она, ну, как бы не хвастает этим, даже люди не знают по первости? Ну, во-первых, когда был случай, мы шли, у нее была коса просто, и когда все прохожие обращали внимание, и все спрашивали, чья же это коса, настоящая, ненастоящая, ну, непривычно. Всякие люди есть, есть, которые с хорошими намерениями, есть, с которыми плохими. Наверное, особенно бабушки старые. Да, и она никогда не ходит, всегда гулька. Ну и правильно, наверное. В какой-то степени, да, потому что разные люди завистливые есть. Я, как еще человек, который, ну, не прям совсем такой верующий в это во все, но все-таки с такой длиной есть такое опасение. Вот, поэтому... Вот моя бабушка всегда, скажем так, нехорошо относилась к тем девочкам, девушкам, которые садились в троллейбусе в общественном транспорте на сиденье, и волосы распускались по поручням. Она там, вечно некуда, не за что схватиться за волосы. А если схвачивается, начинается писк такой, потому что ты уже начинаешь задевать. Вы же, наверное, слитие за этим, да, чтобы как бы тоже где-то в каких-то ситуациях, в общественных местах не создавать неудобства. Мне тоже это очень не нравится, особенно когда едешь еще в толпе, и потом это лезет все на лицо и в рот и так далее. Вот, поэтому я всегда, я же говорю, вот волосы распускаю только на такие, ну, торжественные случаи, скажем так, то есть там праздники, днерождения, там, свадьбы. Интересно, на свою свадьбу какую-то прическу сделать. Ну, то, что они не останутся в гульке, это точно. Но лично я понял, что никакого страха в этом нет, просто нужно больше ухаживать, немножко больше времени этому уделять и смотреть внимательно. И особо не уделять, но я имею в виду в том плане, что, ну, как, вот как Настя говорит, что милая, как бы не кичится и обычно обращает внимание. Просто, ну, как будто с обычной длиной. Да, если у тебя есть золото, прячь его, не показывай. Да, да. Милая, Настя, как думаете, вот, что девушку еще, любую девушку может украсить, ну, кроме такой, наверное, красивой длинной волосы? Мудрость. Ну, для девушки это женская мудрость и доброта, которые, такие два главных качества. Все правильно, женщина украшает женственность, а мужчина мужественность. Да. Что еще нужно? Ну, все должно быть красиво, ум должен быть, кроме красоты какой-то, и длинных волос. Вот, что мило, я говорю, красавица, и такой вид спорта, что на Настю, смотри, тоже красавица. Ну, так и не скажешь, что с первым. Да, никогда не подумаешь, что вы занимаетесь каратэ. Анастасия, пробовали? Вы, как, волосы свои удлинять не собираетесь? Я люблю длинные волосы, да. Не хватать за ней, мне вообще не угнаться никогда. Хочу длинные волосы, всегда их отращиваю, но на каком-то моменте они мне надоедают. Я не представляю, как она до сих пор с такой длиной уходит. А я вот где-то читал, что, оказывается, у среднестатистического человека длина волос не вырастает больше 90 сантиметров. До метра они растут до пояса, и все. Это вот редкие люди, как бы исключение в генетике, когда волосы продолжают расти. То есть вы, можно сказать, уникальный индивид в этом плане. Ну, может быть, не могу ничего сказать. Если верить, конечно, тому, что пишут. Ну, да. Девушки, как относитесь к, ну, женское, понятно, красивая длинная коса. А у мужчин, когда длинные волосы, как вам эта картина? Отрицательно. Отрицательно? Нет, не нравится такое. Да. Почему? Потому что, ну, как правило, если бы это были длинные ухоженные волосы, да, но, как правило, сколько я не видела молодых людей... Как правило, слизкие грязные. Они, да, не ухаживают за ними. То есть это выглядит очень безобразно и некрасиво, и... Ну, нет. Хотелось бы рассказать еще о таком незарегистрированном моменте. На этот раз в списке отметился мужчина. Житель Вьетнама Тран Ван Хай отрастил настолько гигантскую шевелюру, что впору позавидовать любой женщине. К сожалению, сейчас рекордсмена уже нет в живых. Длина волос составляла 6 метров и 80 сантиметров. Впрочем, этот результат в книге рекордов Гиннеса не отмечен. Тран Ван Хай ни разу не стриг свои волосы на протяжении 50 лет. Потому что просто боялся ходить к парикмахеру. Спасибо вам, что позволили и нам посозерцать на красоту ваших волос. И просто пообщаться с такими умными и красивыми девочками. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Телезрителям напоминаем, что в гостях у нас сегодня были обладательницы самой длинной косы в Беларуси Мила Бугаева и ее очаровательная подруга Анастасия Ковалева. Вам, дорогие телезрители, мы желаем приятного, доброго вечера. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok